«Ну и дыра!» — с досадой протянул капитан Любимов, переступая порог неказистой служебной квартиры. «Всё, фенита ля комедия!» — окончено начальствование в Москве, теперь он простой участковый Денис Любимов. Нет бы хоть следователем сделали, а то участковый. Разжалован и сослан за тридевять земель в наказание за дерзость. Но хоть в звании не понизили, и то хлеб. И угораздило ведь жениться на дочке генерала, и после пяти лет брака так неосторожно с ней развестись. Да и ладно бы просто развёлся, но с тестем-то зачем было пререкаться напоследок? А ведь он искренне пытался сохранить брак, даже купил жене путёвку в Грецию. Это могло спасти семейные узы, но всё испортило незначительная мелочь. Путёвку капитан купил всего одну — для супруги, а сам лететь даже не планировал. Работа! Узнав об этом, жена была в ярости, а Денис недоумевал. Что её не устраивает? Море, солнце, пляж? Что ещё-то ей надо? Но жена обрушила на него целый шквал негодования. «Мало мне отца, которого я всё детство не видела из-за его работы, так теперь и муженёк такой же», — возмущалась она. «Снежана, милая, но ведь ты знала, за кого выходишь замуж», — недоумевал Денис. «Я всегда жил работой и буду жить. Неужели ты этого не видела?» «Видела, но думала, ты изменишься. Будешь сидеть тихонько в своём кабинетике с восьми до пяти, бумажки перебирать. Так ведь нет, тебе нужна справедливость. Ты пытаешься сделать мир лучше, но в итоге делаешь несчастной меня. Какой тогда смысл от твоих стараний?» «Я не могу так больше, Денис. Всё. Ухожу, а ты делай, что хочешь. Вернее, нет, не так. Уходишь ты, а я остаюсь жить здесь одна. Радуйся, теперь ты можешь сутками торчать на своей работе и даже ночевать там. Впрочем, другого ночлега у тебя больше и нет, так что спи на диване в своём кабинете, на здоровье». Выплеснув на супруга весь свой гнев, Снежана довела дело до конца и подала на развод. Сказать по правде, она очень надеялась, что муж придёт к ней с повинной головой, необъятным букетом белых роз и искренним обещанием пересмотреть свои жизненные ценности. Но Денис молча собрал чемоданы и удалился из её жизни. Этот поступок был совершенно не понят тестем, строгим пожилым мужчиной, с гордостью носившим генеральский чин. «Ты её обидел!» — гневно громыхнул он, как только зять явился к нему на ковёр. «Да что вы, Степан Анатольевич, никогда в жизни!» — воскликнул Денис. «Изменил!» — взревел генерал, не опасаясь, что их могут услышать. «А вот это, пожалуй, верно», — задумчиво протянул Любимов. «Что?» — возмутился генерал такой наглой откровенности. «Не в этом смысле», — поспешил объясниться Денис. «Я изменил ей с работой, вкалывал сутками, внимания не уделял. Обманул я её ожидания, в общем». Лицо генерала покраснело, а лысая толстая голова стала как будто больше. «Ты мне что обещал, когда дочку мою замуж брал? Что она будет самой счастливой? Да ты помнишь, откуда я тебя достал? Из какой помойки? Всё, что ты имеешь, ты получил благодаря мне. И задача у тебя была одна — холить или леять мою снежаночку. Ты даже с этим не справился». Если бы в этот момент Денис просто промолчал, опустив глаза в пол, а ещё лучше бросился бы перед генералом на колени и принялся целовать его на чищенные ботинки, то, возможно, продолжил бы служить на прежнем месте, как ни в чём не бывало. Но капитан Любимов всегда выступал за справедливость. Он возмутился. «Как же так? Он столика вкалывал, поднялся с самых низов, будучи обычным детдомовским мальчишкой. А теперь генерал считает, что звание капитана — не его заслуга?» Слово за слово, и Денис высказал тестью всё, о чём молчал пять лет в семейной жизни. А накопилось у него на душе много всякого, лучше бы дальше молчал. Генерал внимательно выслушал, громко пыхтя широкими ноздрями, и в ответ дал понять, что с бывшими родственниками шутки плохи, особенно если у этих родственников высокое звание и хорошие связи. И вот теперь капитан Любимов стоял на пороге новой жизни, которая начиналась с неказистых апартаментов. Денис не знал, как долго ему придётся служить участковым в этой глуши, до тех пор, пока начальство не помилует. А когда оно сменит гнев на милость, неизвестно. Поставив сумку в угол, он прошёлся по своему скромному пристанищу, игнорируя необходимость разуться. «Тэкс, что у нас тут? Холодильник». «Не работает». «Ладно, починим». «Зато плита включается, уже не пропадём». «Ванная комната, вода есть, это хорошо». «Плесень бы убрать, и кто её тут развёл в таких количествах?» «Туалет, вполне сносный». «Диван, спартанское ложе». «Шкаф». «Что ж ты так скрипишь, зараза?» «О, телевизор есть». «А пульт где?» «Ах, вот он». «Да уж, батареек нет. Попробуем вручную». «Да что ж такое, каналы не ловит». «Ну всё понятно, он же не подключён ни к чему, а об интернете тут и вовсе не слышали». Денис уселся на жёсткий диван и ещё раз обвёл взглядом своё убогое пристанище. Видно, что здесь пытались создать уют, даже обои в цветочек поклеили, занавески на окне повесили, ковёр постелили на всю комнату. Но всё же это были далеко не те условия, к которым он привык. Вернее, привык он как раз к такой казённой невзрачности, ведь поначалу жил в общаге с родителями-алкоголиками, а после их гибели отпалённой водки и вовсе в детдоме. Но после выпуска Денис начал свою жизнь менять, старался чего-то добиться, поэтому впоследствии жил с куда большим комфортом. Правда, некоторые обвиняли его, что всё это за счёт жены и тестя, мол, Альфонс. Это ранило любимого, только он знал, каких трудов ему стоила карьера. Зато теперь он вернулся туда, откуда, по сути, пришёл, в казённую квартиру. Если бы его жизнь была компьютерной игрой, можно было бы сказать, что его прогресс обнулился, всё начиная заново. Но Денис был уверен, что бывший тесть рано или поздно смилостивится над ним. В конце концов, он ничего плохого его дочки не сделал. Может, помилует, если, конечно, не позабудет о ссыльном зяте. За окном темнело, но с улицы всё ещё доносились голоса игравших во дворе детей. «Лето! Детвору домой не загнать!» Любимов позавидовал их беспечности. Хоть и пытался он сохранять оптимизм, а всё же стало чертовски грустно. «Нет, здесь без чекуна не обойтись», — сказал он и отправился на улицу. Но стоит ли пить перед первым рабочим днём? Определённо. Если он пропустит рюмку-другую, то даже не почувствует. Зато расслабится, спать хорошо будет, а не ворочится всю ночь сбоку-набок. Некоторые магазины работали, несмотря на поздний час. Ассортимент простенький, без изысков, но всё необходимое есть. За прилавком сидела сонная продавщица, полненькая, недовольная. Для карикатурности образа ей не хватало только ярких голубых теней. Успев купить выпивку, Денис направился домой. Было приятно после дневной духоты ощутить прохладу свежего ночного воздуха. Капитан не захотел идти домой напрямик, решив сделать небольшую петлю, прогуляться перед сном, заодно и осмотреться на новом месте, если что-то можно разглядеть в летних сумерках. Местность напомнила ему родной городишко, где он провёл детство. «Хорошо здесь, вот только в столице лучше. А завтра он отправится на новое место, будет принимать дела, разгребать бумаги после предшественника. Наверняка там полнейший бардак». Мысли любимого прервал шум, доносившийся из-за угла слева. Испуганный девичий голос чередовался с грубыми мужскими голосами. «Что это?» — спросил себя Денис. «Семейная ссора или нет?» «Проверим». Свернув за угол, он увидел женские силуэты, два мужских. Один держал девушку за руку, второй стоял рядом, запустив руки в карманы. «Отпусти меня немедленно!» — строго потребовала девушка, едва не срываясь на плач. «Утю-тю, какая серьёзная!» — загоготал один из амбалов, а второй тут же ехидно захохотал. «А ну, отпустили её! Мигом!» — прорычал Любимов. От неожиданности амбал разжал руку, и освобождённая девушка поспешила отбежать подальше. «Вы кто такие? Имя, фамилия, быстро!» — рявкнул Денис. «Это кто там рот раздевает?» — пытался быкануть один из нападавших. «Я, ваш новый участковый, капитан Любимов. Документы предъявляем, граждане». «Ишь, участковый! Да ещё и капитан!» — проворчал амбал, но, видя, что его товарищ пустился в бега, решил не развивать дискуссию с полицейским и тоже дал дёру. «Как вы? Всё хорошо? Напугали они вас?» — спросил капитан, повернувшись к девушке. «Кто? Придурки эти? Я вас умоляю. Я с этими лоботрясами в школе училась. Они безобидные. Но скучно им, работать не хотят, иногда шабаша-то пиво выпьют, тогда и начинают чудить. Ничего себе безобидные. Самые настоящие криминальные элементы. Они ведь от безделья на преступления и идут. Сначала просто по дворам шатаются, а потом к барышням красивым пристают. На улице стало совсем темно. И Любимов не мог подробно разглядеть лица девушки, но по голосу ему казалось, что она весьма даже симпатичная. «В любом случае, спасибо вам за помощь. Поверьте, лишний раз с этими кадрами общаться точно не хочется», — произнесла незнакомка и направилась вперёд. «Погодите, я вас провожу. Вы далеко живёте?» Девушка в ответ рассмеялась. «Да у нас городочек ведь крошечный, так что далеко быть не может». «В любом случае, предлагаю себя в провожатые. Со мной вам никакие хулиганы не страшны», — улыбнулся Любимов. «Ну, пойдёмте, с вами и правда надёжнее. А вы действительно наш новый участковый?» «Да, как я уже говорил, капитан Любимов, Денис, переведён к вам из Москвы выполнять... секретное задание». «А вас, простите, как зовут?» «Ах, вот как, секретное задание», — улыбнулась девушка. «А я, Настя», — добавила она и протянула капитану руку. Через десять минут они уже стояли возле Настиного дома. Денис даже немного огорчился, что так быстро придётся расстаться с новой знакомой. Он не планировал в ближайшее время встречаться с девушками и заводить романы. Надо отойти от развода. Но пообщаться с таким очаровательным созданием всегда приятно. Настя была крайне удивлена, узнав, откуда приехал её новый знакомый. Она рассказала, что многие её знакомые уехали из маленького городка. Вот и подруга Ксюша тоже ищет способы сбежать из этого болота. Настя пожаловалась, что здесь и так молодёжи мало, общаться не с кем, и если Ксюша осуществит задуманное, ей будет совсем грустно без неё. Попрощавшись с Настей, Денис отправился домой. Настроение улучшилось и без чекушки, поэтому капитан решил просто выпить чаю с бутербродами и лечь спать. Утром он отправился на службу, и там в очередной раз познал всю беспощадность бюрократии. Потянулись серые скучные будни, которые приходилось коротать в неуютном кабинете с мебелью из девяностых. В городе почти ничего не происходило, однако это не значит, что дел не было. Объём бумажной работы превзошёл все ожидания Дениса, да ещё и поквартирные обходы эти, зачем они нужны сейчас. Но начальство приказало обойти всех, пришлось выполнять. Кто-то встречал нового участкового приветливо, кто-то, наоборот, общался с вызовом «Ишь, москвич!». Но Денису было плевать на отношения коллег. Он с головой нырнул в работу, которой оказалось поразительно много. Например, составить новые паспорта на каждый дом. После месяца такой работы Денис готов был проклинать всё на свете. Пару раз даже думал кланяться в ноги бывшему тестю, просить о помиловании. Но нет, он был слишком горд. Да и тесть послал бы его куда подальше. Тоже характер. Пару раз звонила бывшая жена Снежана, но Денис трубку брать не стал. Зачем? Это из-за неё у него такие проблемы. Вообще, холостяцкая жизнь не шла любимому на пользу. Питался он чем придётся, и в итоге сложился пополам из-за боли от обострившегося гастрита. Пришлось, наконец, заняться ремонтом холодильника, чтобы хранить продукты для готовки. Утро приучился начинать с овсянки. Вроде полегчало, но к обеду так хотелось есть, что мама, не горюй. В служебной столовой обедать ему не нравилось. Меню однообразное. Решил отправиться в кафе съесть комплексный обед, чтобы было первое, второе и компот. Сел за столик, стал ждать. Официантка подошла быстро. Она пристально посмотрела на парня и вдруг радостно улыбнулась. «Ой, капитан Любимов, Денис, это же вы!» Не сразу узнала, тогда было темно. Денис тоже не сразу узнал Настю. «Привет, а ты здесь, значит?» Поинтересовался он, символически обведя рукой зал. «Да, я здесь официанткой работаю. А вы впервые у нас?» «Нет, был однажды, но тебя не видел», — ответил Денис, не отрывая взгляда от Насти. «Какая же она, оказывается, симпатичная! Настоящая красотка! Светлые волосы, кукольные черты лица. Да в такую запросто можно влюбиться. Вот только больно уж молоденькая. По крайней мере, выглядит так. Сколько ей лет? Восемнадцать? Двадцать? Не моя смена просто была», — прощебетала Настя и, заметив, что Денис поморщился и схватился за желудок, спросила. «Что с вами?» «Гастрит», — выдохнул парень. «Вроде прошло, тут опять двадцать пять. Настюш, принеси что-нибудь, что было бы не особо вредно». «Хорошо, сейчас организуем. У нас тут супчик дня как раз вермишель на курином бульоне. Вам будет полезно. А на второе могу принести пюре с паровой котлеткой. Правда, паровых котлеток у нас в меню нет. Я её с собой, с дома принесла на обед». «Спасибо, Настенька», — улыбнулся Денис. «Но зачем своё-то отдавать?» «Да не переживайте. Я уже наелась на целый день. Повариха тётя Глаша меня так накормила тортом в честь своего дня рождения, что свою еду мне теперь одевать некуда. А вам полезно будет, так что не спорьте». Настя принесла обещанные блюда. А когда Денис поел и собирался уходить, оставив девушке щедрые чаевые, она сказала. «Приходите к нам обедать, но не забывайте, что завтрак и ужин тоже должен быть диетическим. И на выходных чем вы питаетесь? Это тоже очень важно». «Ох, да ты говоришь совсем как врач», — улыбнулся Денис. «А я и хотела стать врачом, только баллов для поступления не хватило. Знаете что? Хотите, я вам что-нибудь приготовлю? Могу из дома принести, а могу прямо у вас приготовить полноценный обед. Завтра я выходная. Вы только скажите, я обязательно приду». Её предложение было такое искреннее и невинное, «Она явно хотела помочь». Денис улыбнулся. На секунду он почувствовал себя пенсионером, которого собирается перевезти через дорогу пионерка. Первый порыв был вежливо отказаться. А потом он подумал, а почему бы и нет? Ну, хочет помочь, пусть. «А приходите, Настя. Завтра, если у вас и правда выходной, как и у меня, приходите, похозяйничайте на моей холостяцкой кухне». Девушка мило улыбнулась. «Вы только адрес напишите», – попросила она. «Я вас завтра жду в десять часов утра возле вашего подъезда. Где живёте, я помню. И вместе пойдём ко мне. До завтра», – попрощался Денис с Настей и вышел. Оглянувшись, он увидел, что девушка смотрит на него из окна кафе. Обнаружив, что Денис её заметил, она смутилась и убежала. А Денис улыбнулся этой очаровательной непосредственности. Девочка совсем не умеет скрывать свои чувства, в отличие от столичных барышень. Встретились они на следующий день, как и договаривались. «Ой, а я боялась, вы не придёте», – сказала Настя, выходя из подъезда. «Ну, я же обещал», – ответил парень с улыбкой. «Признаю, Денис, я думала, мы увидимся раньше. Например, будете по квартирам ходить с жильцами, знакомиться вы же участковой, а вы всё не приходили», – посетовала Настя. Любимов улыбнулся её простодушию. «Ну, во-первых, давай на «ты», а во-вторых, твой дом к моему участку не относится. Соседний – да, а твой – это уже другой участок». «Серьёзно?» «А я соседкам уже рассказала, что у нас с участковой новый симпатичный». Денис засмеялся. «Нет, эта девочка точно сама непосредственность». Она так откровенно говорит о симпатии к человеку, которого совершенно не знает. Денис отвык от таких женщин, искренних и наивных. Переступив порог его квартиры, Настя возмущённо воскликнула. «Ну и бардак! Что вы тут развели, Денис? Так нельзя!» «Настенька, мы же договорились на «ты», – улыбнулся парень. «Так нельзя!» – продолжала Настя. «Тут не только желудок заболит, но ещё и тараканы с клопами заведутся. А ещё москвич столичный. Эх ты!» Денису стало неловко. Он полагал, что дома у него всего лишь лёгкий художественный беспорядок. Но для Насти обстановка его квартиры выглядела настоящим бедствием. Обнаружив, что у Дениса из чистящих средств только жидкое мыло, которым он мыл посуду, унитаз и себя, Настя возмутилась и отправила его покупать необходимое для уборки принадлежности. Получив всё необходимое от исполнительного Дениса, она взялась за уборку. «Настенька, мне неудобно», – робко высказался парень. «Может, я помогу чем?» «Поможешь, ноги поднимешь, когда полы мыть буду», – ответила Настя. «Ух», – подумал Денис, – «строгая». Всё время, пока Настя махала тряпкой, он старался слиться с интерьером и особо не выпячиваться, чтобы не попасть под горячую руку. Он постеснялся напомнить Насте первоначальную цель её визита. Девушка совершенно позабыла про обед, а под ложечкой уже посасывала. Но Настя так увлеклась наведением порядков, что не обращала внимания на страдания капитана. Мыла, скребла, переставляла и складывала. Опомнилась только часам к четырём. Посмотрела на несчастные глаза Дениса и схватилась за голову. «Вот я глупая, совсем забыла тебя накормить. А ты сидишь и молчишь. Секунду, я сейчас мигом супчик сварю». «Нет, нет, Настя», – остановил её парень. «Приглашаю тебя в кафе. Тут совсем рядом, два квартала. Ты и так сегодня на славу потрудилась. Позволь тебя отблагодарить». Настя было неловко, но капитан не принял её сопротивление. Он отвёл её в кафе более дорогое и не такое будничное, как то, в котором работала Настя. «Ух, да это целый ресторан», – шёпотом сообщила Настя. «А я по-простому одетая. Нас выгонят отсюда». «Не выгонят», – улыбнулся Денис. Они заняли столик и сделали заказ. Настя всё время юрзала на стуле и оглядывалась по сторонам. Ей было некомфортно. Во-первых, неловко перед Денисом, которого она обещала накормить, но не сделала этого. А во-вторых, девушке сложно было переключиться с уборки холостяцкой квартиры на нарядную обстановку ресторана. Денис обратил внимание на её замешательство и решил развеять напряжение разговором. «Настя, а какая у тебя мечта?» – с неподдельным интересом спросил он. «Мечта? Хм...» «Я бы хотела быть счастливой, чтобы семья была, дети». «Ну, а так мечтала в мед пойти учиться, но по баллам не прошла. А сейчас уже и поздно, привыкла работать официанткой. Да и содержать меня некому будет на учёбе. Мама не стала два года назад, а отца я не знала никогда. Да и мне на днях двадцать пять лет стукнет, уже и наука в голову не ляжет». «Двадцать пять?» – удивился капитан. «Выглядишь моложе. В любом случае, двадцать пять – это ерунда. Ты девчонка совсем. Всё получится. Ну, а в кафе точно будущего нет. Неужели и в пятьдесят будешь с подносами ходить?» «Не представляю себя в пятьдесят», – засмеялась Настя. «Поэтому и вообразить не могу, как всё сложится». Вскоре девушка расслабилась и снова откровенничала так, будто они с капитаном знакомы долгие годы. «А жених у тебя есть?» – поинтересовался Денис. Настя покраснела и опустила глаза. «Нет, с женихами у нас напряжёнка. Парни толковые уезжают, а те, кто остались, ну, скажем так, разные мы». «Понятно. Настя, ну, найдёшь ещё своего принца. А почему ты не уедешь?» «Да, ну, не хочу. Где родился, там изгодился, как моя мама говорила. Да и что это получится, если все разъедутся? Город вымрет. Мне здесь нравится. Тихо, хорошо. Ты же не пенсионерка, чтобы ценить тишину и покой. Тебе, наоборот, движение нужно», – заметил капитан. «Нет, Денис, не для меня это», – покачала головой Настя. «А за любимым человеком уехала бы?» – спросил Денис. Настя задумалась на несколько секунд. «Пожалуй, да. И, наверное, неважно куда. Здесь меня ничто не держит». После ужина Денис проводил Настю до дома, а на прощание сказал, «Не думай, что я навязываюсь или хочу тебя эксплуатировать, но, знаешь, я бы не отказался от твоего предложения приготовить мне обед. Может, завтра ты исполнишь своё обещание?» «Прости, Денис, но я буду свободна только через три дня. Завтра тоже работаю», – вздохнула Настя. «Что ж», – огорчился капитан, – «тогда извини, что потратил твой выходной». «Ну что ты», – улыбнулась Настя. «Я была рада помочь. Обращайся». Когда дверь подъезда за Настей захлопнулась, Любимов развернулся, чтобы отправиться во своясии. И только сейчас он заметил бабушек, которые, как нахохлившиеся воробьи, сидели на лавочке в ряд. «Здрасте», – поздоровался он со старушками. «Здрасте, здрасте», – вразнобой прокаркали бабки, а самая бойкая из них спросила. «Это вас к нам из Москвы перевели?» «Меня», – ответил капитан. «Набеда курил чай», – не унималась бабка. «Пожалуй», – согласился Любимов. «Настю нашу в обиду не дадим», – внезапно осмелив, предупредила другая старуха и воинственно посмотрела на Дениса. «Ишь ты», – подумал капитан, – «защищают как?» «Не беспокойтесь, бабусе, Настю не обижу. Да и вообще, мы просто друзья с ней». «Знаем мы таких друзей московских», – проворчала третья бабушка, но тихо, видно, она не была такой бойкой, как её подружки. «На квартирку позарятся, у неё-то от матери еёшная квартира двухкомнатная осталась, вот и лезут к ней всякие». Она замолчала, когда соседки по лавочке одарили её осуждающим взглядом. Сообразив, что сморозило лишнего, старушка испугалась и резко замолкла. «Ну, счастливо оставаться», – улыбнулся на прощанье капитан. «Если что, не стесняйтесь, поможем, чем можем». «Много ли вы можете?» – вновь подала голос первая старушка. Но Денис сделал вид, что не слышит, учтиво попрощался и поспешил прочь, а то ещё вовлечёшься в диалог слово за слово и окажешься виноватым. И вновь вереница трудовых будней увлекла капитана любимого, заставив позабыть обо всём на свете, даже о Насте. Вернее, пару раз в голове промелькнул её образ, когда он приходил в чистую квартиру и вспоминал, кто о нём позаботился. Но в качестве подруги простую девчонку с периферии Денис не рассматривал. И не потому, что был избалован вниманием девушек из высшего общества. Хотя, не без этого, конечно. Женщины-капитана любили, да и Снежана была не какой-нибудь девчонка из соседнего двора. Просто он не видел рядом с собой такое наивное создание без тени хитрости. Но куда её? В Москве она пропадёт, а здесь оставаться. Пройдёт несколько лет, родит она детей, обрастёт хозяйством, засядет дома, располнит. От звонкой хрупкой девчонки не останется и следа. Да и видно, что ей замуж хочется. Она привыкла жить по правилам, которые не менялись сотни лет. Женщина должна быть послушная, беременная и на кухне. Если московские барышни увидят в этом патриархальную рутину, то для Насти это и есть счастье. Жениться? Нет, Денис не смог сделать счастливой Снежану. Хотя она была достойной женой, старалась ради семейного очага. Поэтому теперь он побудет холостяком. Ещё даже и тридцати нет. Да это не возраст вовсе, можно ещё погулять. Однажды, возвращаясь после работы, Денис увидел на лавочке у дома девушку. Он не сразу узнал Настю. Приоделась, прическу другую сделала. Более взрослую, что ли? Капитан обрадовался, увидев её, но в то же время смутился. Что она делает здесь? В гости звать её он не планировал. «Привет», — Настя встала с лавочки, заметив Дениса. «Здравствуй, Настя», — улыбнулся капитан. «Какими судьбами тут?» «Да я вот просто наготовила много. Одна не съем. Потом о тебе вспомнила. Как твой желудок не болит? Я решила тебе еды домашней принести, полезной, диетической», — сказала Настя, протягивая Денису пакет. Приоткрыв его, капитан увидел полосатое махровое полотенце. «Это я в полотенце, кастрюльку и лоточки завернула, чтобы не остыли», — пояснила девушка. «Настя, какая ты заботливая», — улыбнулся Денис. «Извини, пригласить тебя к себе не могу, я планировал по делам смотаться», — соврал капитан. «Но ты не думай. Труд я твой уважаю, поэтому чистоту поддерживаю». Настя тихо улыбнулась и пожала плечами. «Ничего, я и не напрашивалась. Просто покормить тебя решила. Я же помню, что у тебя желудок, а ты пропал». Я волновалась. Телефона у меня твоего нет, хотела к тебе на работу сходить. Да как-то неудобно стало. Глупо это было бы. «Да уж», — подумал капитан. «Хорошо, что не пошла». «Ну, ты поешь, а потом как-нибудь посуду вернёшь, хорошо?» Сказала девушка, явно расстроенная таким отношением к себе. «Вот чёрт! Лотки всякие, кастрюльки. Это ведь ловушка. Потом она даст новые лотки и новые кастрюльки. И это будет бег по бесконечному кругу, пока я не сдамся и не женюсь». «Нет, надо это заканчивать. Заботливая мамочка мне не нужна. Я уже взрослый». «Послушай, Настя, я очень благодарен тебе за заботу, но я скоро возвращаюсь обратно в столицу. Давай на чистоту, как взрослые люди, хорошо? Если у тебя планы какие-то на меня, то зря ты это затеяла. Я человек, который всего себя отдаёт работе. Не семейный я. Со мной бывшая жена была несчастна. Тебе другой тип мужчины нужен». «Что ты, что ты?» Замахала руками Настя и наигранно засмеялась. Ей не думала ни о чём таком. Просто хотела помочь. У тебя ведь в городе и нет никого. И вообще ты меня спас от хулиганов, помнишь? «Я твоя должница». «Ну что ты», — ответил Денис, надеясь, что Настя говорит правду и одновременно не веря ей. Так бы поступил любой мужчина. «Что ж, благодарю тебя за ужин. Посуду верну». «Отлично. Ну, я пойду. Пока». Настя помахала рукой, стараясь сделать прощальный жест как можно более беззаботным. Но у самой рука тряслась от досады и разочарования. Она повернулась и поспешила прочь, чтобы предательские слёзы не сорвались с уголков глаз и не выдали её истинных чувств. Девушка не хотела, чтобы Денис узнал, что каждый вечер она засыпала с мыслями о нём, а по утрам вставала, надеясь, что этот день принесёт долгожданную встречу. Он же хотел с ней встретиться, хотел, чтобы она его накормила. В чём причина? Почему он пропал? Настя столько всего передумала, столько всего перемолотила в своей голове, она стала рассеянной, задумчивой, даже получила выговор на работе, чего с ней прежде не случалось. Почему же он не приходит? Может, занят очень? Или болеет? Может быть, стесняется? Или я сделала что-то не так? Наверное, я вела себя глупо, громко разговаривала, смеялась не в попад. Или ему что-то не нравится в моей внешности? Может быть, прическу сменить? Одеться иначе? Настя перебрала в голове тысячу вариантов и в итоге пришла к самому удобному. Тридцатилетний мужчина, столичный капитан полиции, просто смущается. Ну а что, бывает и такое. Поэтому нужно брать инициативу в свои руки и идти к нему на работу. Нет, на работу это уже слишком. Лучше домой. А что? Придет, принесет ему домашней еды, то-то же он обрадуется. Настя и представить не могла, какое разочарование принесет ей эта встреча. Оказывается, капитан Любимов и не думал о ней вовсе. И это после того, как она вычистила ему всю квартиру. Нет, конечно, она это делала бескорыстно, да и не просил он её об услугах уборщицы, она сама предложила. Да и вообще, если подумать, то Настя всё время навязывалась сама, приняв вежливость и обходительность Дениса за флирт. Всю ночь она прорыдала, даже на работу не пошла. Хорошо, что сменщица Ксюха, недавно поступившая на работу, была её хорошей подругой, вошла в положение, выручила. Ну что ты, Настюша, конечно, подменю. Это же ты похлопотала, чтобы меня сюда взяли. А то и не знала бы, что делать. Работа в городе есть, но вся не по мне. Эх, мне бы в Москву. Так, а что случилось-то у тебя? Ой, Ксюха, не хочу рассказывать, опозорюсь только, схлипнула Настя. Неужели этот капитан, по которому ты сохнешь, тебя обидел? А я тебе всегда говорила, что все мужики козлы, и он не исключение, фыркнула Ксения. Ты, Ксюша, его и не видела ни разу. И он хороший, честный. Это я себя вела, как дурочка. Напридумывала себе чего-то, нафантазировала, намечтала, теперь вот рухнула с небес на землю, все крылья себе переломала. Ну, будешь теперь среди нас ходить, смертных и циничных, засмеялась Ксюша. Ладно, держись там, подружка. Плохо будет совсем, зайду, погутурим. Любимого было неловко перед Настей. Придя домой, он поставил ее сумку в сторону и вспомнил о ней, только когда проголодался. Внутри оказалась вкуснейшая домашняя еда. «Да, вот кому-то хорошая жена будет», подумал он, открывая судочки и втягивая ноздрями аппетитный аромат. «Да, жена будет хорошая, но не моя. Я уж сам как-нибудь». Поужинав, он сразу помыл посуду и сложил ее обратно в сумку, думая, что настанет тот момент, когда он отважится вернуть ее Насте и вновь взглянуть в ее красивые глаза. Да, внешность у девушки восхитительная. На нее хочется смотреть вечно. И не только смотреть. И если можно было бы с ней повстречаться немного, а потом разбежаться, как ни в чем не бывало, этот вариант был бы идеален. Но не в этом городе и не с этой девушкой. Она такого не потерпит, да и другие осудят. Не хватало еще оскандалиться здесь. Ладно, с посудой он что-нибудь придумает, вернет, как в настроении будет. Переключившись на другие мысли, Денис мгновенно выкинул Настю из головы и задумался о своем будущем. С бывшими коллегами из столицы он периодически созванивался, чтобы узнать последние новости. Но часто звонками не злоупотреблял, не хотел показывать, что ему плохо в ссылке. Не желал доставлять такой радости своим злопыхателям. Чтобы не думать о плохом, на работе он с головой уходил в текущие задачи. Ничего другого для него в эти моменты не существовало. Местные полюбили нового участкового. Он всегда с уважением и вниманием выслушивал жалобы, старался решить проблемы, никогда не терял заявления, даже если они казались самыми нелепыми. А все потому, что привык выполнять свою работу хорошо и заботиться о людях, в каком бы чине ни находился, какую бы должность ни занимал. Было бы иначе, то возможно, и жена бы от него не ушла. Дни сменялись днями, недели, неделями. Однажды в свой законный выходной капитан Любимов решил прогуляться в сосновом лесопарке на окраине города. Воздух здесь чудо. Не надышаться. Он неторопливо шел и думал о своем, как вдруг из-за деревьев ему навстречу вышла довольная парочка. Парень и девушка. Денис даже остановился от неожиданности, узнав в девушке Настю. Она широко улыбалась, а парень, шедший с ней рядом, норовил ухватить ее за талию. Однако девушка ловко уворачивалась, хоть и заметно было, что молодой человек ей очень симпатичен. Зато любимого Настин кавалер показался каким-то подозрительным. Одет как мажор, морда наглая, манеры развязные. Да и прическе он явно уделяет чересчур много внимания. Одним словом, пижон. Увидев Дениса, Настя растерялась. Затем улыбнулась и, кивнув ему головой, поторопилась пройти мимо. Любимов тоже сначала просто кивнул, но когда девушка проходила мимо него, ощутил, что его будто ужалило электрическим разрядом. «Настюш!» вдруг окликнул ее он. Девушка остановилась и обернулась. Ее спутник тоже. «Настя!» намеренно перейдя на фамильярный тон, обратился к ней Денис. «Скажи, пожалуйста, когда я могу вернуть тебе посуду?» Пижон с недоумением поглядел на девушку, а та покраснела. «Ой, да пустяки какие! Не беспокойтесь!» «То есть, не беспокойся!» промямлила она. «Но как это не беспокоиться?» «Я верну!» «Ты уж прости, что так задержал!» «Работы очень много!» «То велосипед из подъезда уведут, толкошня подерется!» «Но я исправлюсь!» «И за ужин спасибо!» «Очень вкусно было!» «Давно так не ел славно!» При этих словах любимов широко улыбнулся. В ответ Настя наградила его ненавидящим взглядом, в котором читалось «Вот гад!» «Еще и насмехается!» «Что вы, пустяки какие!» пролепетала Настя, вновь перескакивая с «ты» на «вы». «Всего хорошего!» добавила она, дав понять, что разговор продолжать ненамеренно. Она развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Её дружок Щёголь напоследок окинул капитана оценивающим взглядом и поспешил догнать свою зазнобу. Наконец-то ему удалось схватить её за талию, и дальше они шли в обнимку. «Да, дела!» протянул капитан. Он и сам не понял, что с ним случилось, но с этого момента Настя не выходила у него из головы. На следующий день он взял сумку с её судочками, по пути купил букет цветов и отправился в кафе, где работала девушка. Но её на рабочем месте не оказалось. Вместо неё клиентов обслуживала пышногрудая красавица с длинными кудрявыми волосами, явно завитыми с помощью химии. Девушка была слишком ярко накрашена, а длина её юбки заставляла сомневаться, юбка ли это вообще. «А мне бы Настю», сказал Денис. «А её нет, выходной», ответила официантка и принялась накручивать локон на палец. «Надо же, я думал, у неё вчера был выходной», разочарованно произнёс Денис. «А телефончик её можно?» «Нельзя», игриво ответила девушка. «Я же вас не знаю. Приходите, завтра она будет. А цветочки оставьте, а то до завтра завянут. Жара-то какая стоит. Тем более цветов у неё и без вас достаточно. Ей жених дарит». Любимов сделал вид, что пропустил последнюю фразу мимо ушей. «Да, правда, жара, завянут цветы», рассеянно согласился капитан. «Что ж, это вам», сказал он, протягивая девушке букет. Девушка сделала вид, что удивлена такому сюрпризу и очень рада получить цветы. Она сплеснула руками, приняла букет и тут же уткнулась лицом в ароматные лепестки. «А вас как зовут?» спросила она. «Я ей скажу, что вы приходили». «Денис». «А вас?» «А я Ксюша». Кокетливо улыбнулась девушка и протянула ему ручку для поцелуя. Капитан не намеревался целовать руки посторонним женщинам, пусть и красивым, поэтому просто стиснул её пальцы и распрощался. Ксении недовольно надуло губки, но ничего не сказала. Она смотрела вслед удаляющемуся капитану, размышляя, не тот ли это капитан, по которому сохла её подружка. Вот это интересный поворот. А Денис тем временем шёл без цветов, но с сумкой, в которой звенела посуда Насти. И думал, какой он всё-таки дурак. Приревновал совершенно постороннюю девчонку. Это глупое чувство, которое ни к чему не приведёт. Зачем ему эта девушка? Надо было оставить Ксюше не только цветы, но и сумку с кастрюлями, чтобы не было больше повода и соблазна явиться к Насте вновь. Теперь всё равно придётся идти. Удивительно, но об отношениях с бывшей женой он не думал вообще, не рефлексировал, не терзался. Ну, разошлись, бывает. Снежанна доступно изложила свои претензии. Он их принял и исправить ничего не может, потому что по-прежнему будет пропадать на работе, а она по-прежнему будет страдать. Зачем? Лучше разойтись сейчас. Зато с Настей было всё совершенно непонятно. О ней любимов думал сутками напролёт. Он понимал, что его привлекает её красота. Однако он был слишком взрослым, чтобы терять голову от красивых глаз. Что же тогда с ним происходит? Тем более, ещё несколько дней назад эта девчонка ему не была нужна. Ревность? Да вроде любимов не из ревнивых. Чувство собственности? Нет, своей женщиной Настю он точно не считал. А может, он просто истосковался по женскому обществу? Тогда бы он закрутил роман с такой, как Ксения. Она явно не против поразвлечься без обязательств. С Настей так не получится. Там будут чувства, любовь, а он не хочет никого ранить. А может быть, и ему нужна любовь? Нет. Брак ему точно не нужен. Ещё года два побудет холостым, а женское тепло будет получать из мимолётных романов. Этого ему вполне достаточно. С этими мыслями Денис дошёл до дома. Там попытался отвлечься бытовыми делами, кое-что нужно было отремонтировать по мелочи, что-то подкрасить. Включил музыку погромче и задело. Работа отвлекала от навязчивых мыслей. Только бы до вечера дотянуть, там спать лягу, а утром буду как огурец, всё дурное уйдёт из головы. Больше он о Насте думать не будет. Но он ошибся. Всю ночь мысли о девушке не давали ему покоя. Поэтому за ночь капитан не выспался, а утром поднялся нервный и злой. «Всё, сегодня пойду к ней опять», — твёрдо решил Денис, заваривая себе чай. Он не узнавал себя, весь был как на иголках, потерял всё самообладание, как мальчишка ожидал, когда откроется кафе, а это аж 10 часов утра, которые никак не желали наступать. А ещё он боялся, что молодой официантке снова не окажется на месте. Но Ксюша не обманула. Настя действительно была на смене. «Здравствуй, капитан», — улыбнулась она, увидев Дениса. «Какими судьбами?» «Настя», — обрадовался парень и расплылся в улыбке. «А я хотел тебе посуду занести». «Долговато нёс», — шутку упрекнула его девушка. «Ну и где же она?» «Забыл», — развёл руками Денис. «В другой раз». Усмехнувшись, Настя покачала головой и принялась протирать стол. А Любимов стоял рядом и чувствовал себя идиотом. Он молча наблюдал, как девушка поправляет салфетки на столе, проверяет, наполнена ли солонка. Вдруг Настя резко обернулась к нему и спросила. «Ну что ты молчишь? На свидание хочешь позвать?» «Да», — растерянно ответил Денис. «А почему не зовёшь?» «А можно?» «У тебя ведь жених есть». Настя нахмурилась, помолчала немного и ответила. «Тот, с которым ты меня встретил, не жених он мне. Так, встретились пару раз. Вроде интересный, но нет, показалось. Такое бывает». «А что не так?» — интересовался Денис. «Не мой типаж», — уклончиво ответила Настя. «А я твой?» «Посмотрим, сама не знаю. Надо проверить». Капитан Любимов сам от себя не ожидал такого поведения. Он не думал, что пригласит Настю на свидание, что вступит с ней в отношения, что очень скоро пообещает забрать её в Москву, конечно, когда его самого простят и помилуют. Настя оказалась намного интереснее, чем он предполагал ранее. Грамотная речь, хорошие манеры. Вот только слишком уж заботливая. «Не включай мамочку», — вновь напомнил ей Денис. «Прости, дорогой, забываюсь». Виновата улыбнулась Настя. От любви девушка расцветала на глазах, и это нравилось далеко не всем. «Что-то ты, Настя, как дура в последнее время», — ворчала Ксюша. Голова в облаках, только о своём капитане и думаешь. «Кинет он тебя, как пить дать кинет? У него в столице таких дурочек пруд-пруди. Или ты надеешься, что он тебя с собой заберёт? Ага, жди, как же». «Не завидуй», — попыталась отшутиться Настя, но Ксюша восприняла её слова всерьёз. «Это я-то завидую? Тьфу, да у меня таких, как твой москвич, миллион будет, если захочу. Ещё и лучше найду. И я обязательно уеду отсюда, а ты останешься». «Добрая ты подруга», — улыбнулась Настя. «А я что? Я тебе только добра желаю», — спохватилась Ксюша. «Предостеречь тебя от глупостей хочу. Знаем мы этих столичных, вскружат девушке голову, обрюхатят и поминай, как звали». Настя покраснела, опустила глаза и слегка улыбнулась. «Да ладно, Настюха, не верю». «Ты что?» «Того!» — округлила глаза Ксюша. «Толика не говори никому, ладно?» — смутилась Настя, коря себя за то, что так легко раскололась. «Да не скажу, конечно. А он знает? Вы вместе сколько? Месяца три, не больше. И когда ты успела-то? Вот шустрая, а с виду такая тихоня», — недоумевала Ксюша. «Да я же не специальна. Я, в отличие от тебя, в столицу не рвусь, да и замуж тоже. Мне просто хочется быть рядом с любимым человеком», — пыталась оправдаться Настя. Я ему даже не сказала ничего. «Боюсь». «Ну и не говори. Подожди, пока срок большой будет, а то ещё на аборт отправят». «Тьфу на тебя, Ксюха. Я этого ребёнка рожу, даже если Денис меня бросит. Просто не хочу, чтобы он сердился». «Дура ты всё равно», — резюмировала Ксюша. Но Насте показалось, что сказано это было с завистью. Странно, чему уж тут завидовать. Знала бы она тогда, чем обернётся такое неосторожное откровение с подругой. О беременности Денису Настя сообщать не торопилась. Боялась расстроить. Человек он занятой, весь в работе. А тут она со своим ребёнком. Почему-то Настя решила, что незапланированная беременность целиком её вина. И парня нагружать этой новостью не стоит. По крайней мере, не сейчас. Встречались влюблённые почти каждый день. В основном у Дениса в квартире. Настя звала его к себе жить, у неё после мамы осталась неплохая двухкомнатная квартира. Но Денис в чужое жильё идти не хотел. Хватит, уже нажился у Снежаны. Для него было делом принципа привезти Настю в свой дом. А пока что это всего лишь старая служебная квартира. Пусть так. От своего он не отступит. Узнав Настю поближе, Любимов понял. Эту девушку он искал всю жизнь. К бывшей жене, несмотря на все её потрясающие качества, он подобных чувств не испытывал. Конечно, он любил Снежанну. И если бы не её уход, прожил бы с ней всю жизнь. Но это была иная любовь, которую он с лёгкостью заглушил в себе после развода. С Настей же всё было иначе. Денис решил для себя, что со временем обязательно сделает ей предложение. Возможно, даже раньше, чем предполагает сам. А однажды он встретил Настю радостной новостью. Его переводят обратно в Москву. Вот счастье! Он упустил подробности о том, что бывший тесть жалился над ним после того, как дочка нашла себе обеспеченного жениха. Да, она сама же и попросила за бывшего мужа, мол, пап, не злись. Видишь ведь, всё к лучшему в итоге. Пусть и он свою жизнь устроит. Человек-то хороший. Зла мне не делал. Сию же секунду поехать, конечно, не получится. Нужно дела сдать. Но очень скоро они поедут в столицу, где наступит другая жизнь. Снимут квартиру. Настя на работу устроится. А захочет — учиться пойдёт. Он сможет её обеспечить. «Настя, ты что, не рада?» Удивился Денис, заметив на лице Насти выражение замешательства. «Рада», — пробормотала Настя, потом, спохватившись, широко улыбнулась и ответила погромче. «Конечно, рада». «Вот и славно», — обрадовался парень. «Значит, скоро едем. Только вот дела здесь кое-какие остались. Закрою вопросы и в путь, в новую жизнь». Машиной в этом городе капитан пользовался редко. До любого нужного пункта рукой подать. Да и жирами обрастать не хотелось, и так работа сидячая. Но в этот раз он целый день мотался по делам, поэтому из-за Настей в кафе приехал на машине. Девушка уже стояла на улице, вот только была она не одна. Настя обнималась с тем самым пижоном, а в какой-то момент их объятия переросли в страстный поцелуй. Любимов совершенно ничего не понял. Как так? Почему? Поцелуй был долгим, страстным. Хоть он и не видел лица Насти, нахальный пижон повернулся так, что закрыл девушку собой, но она явно не сопротивлялась. Капитан понял, если он не уедет прямо сейчас, то обязательно выйдет и набьёт конкуренту морду. Поэтому он отправился в свою берлогу размышлять о произошедшем. Остановив машину возле мини-супермаркета, он вышел, чтобы купить коньяк. С пятизвёздочным помощником будет думаться лучше. Но когда перед глазами любимого вновь проплыла сцена с поцелуем, он без лишних сомнений протянул руку к выпивке. Пить дома одному было тоскливо, поэтому капитан очень обрадовался, когда к нему в гости пожаловала Ксюша. Однажды Настя заходила с ней к Денису, потому что Ксения очень просила подружку познакомить её с женихом. Насте было неловко, но подруга так настаивала, что девушка в итоге сдалась. И вот пышногрудая кудряшка Ксюша стояла на пороге квартиры Дениса, хотя у того и в мыслях не было её приглашать. Приложив руку к аппетитному бюсту, на котором едва не лопалась розовая балоньевая куртка, Ксюша пафосно произнесла. «Я пришла к тебе лишь потому, что шестым чувством ощутила, у тебя что-то стряслось». «Какая у нас тонкая ментальная связь, оказывается», усмехнулся капитан. «А что? Вполне может быть», проговорила Ксения, отпихивая бюстом Дениса, который перегородил ей путь в квартиру. «Ты не рад мне, что ли?» Игриво поинтересовалась она. «Ну что ты, очень рад, даже сам не ожидал», ответил Любимов. «Вот и славненько. Посидим с тобой, поговорим. О, коньячок, я, оказывается, кстати. Или ты любишь пить в одиночестве?» Ксюша бросила на диван зелёную сумку и попросила Дениса помочь ей снять куртку, под которой оказалась тоненькая, полупрозрачная блузочка, которая совершенно не скрывала Ксюшиных прелестей. Денис поухаживал за дамой и пригласил за стол на кухне. Беседа потекла плавно, Ксюша ничего не стеснялась и чувствовала себя как дома. Она прокидывала рюмку за рюмкой, удивляя умением пить даже бывалого капитана. Закинув ножку на ножку, она будто ненароком оголила аппетитное бедро, что не укрылась от зоркого взгляда Любимого. «Ишь ты, соблазняет, что ли?» мысленно усмехнулся Капитан. «Знаешь, мне кажется, у нас и правда с тобой связь. Вообще, у меня бабка ведуньей была, целительницей, вся деревня к ней бегала лечиться. Она и повитухой была, и приворотное зелье знала. Не боишься, что и я что-то умею?» Игриво спросила Ксюша, стараясь казаться как можно более загадочной. «Да нет, в бабкины сказки не верю. И вообще я человек недоверчивый. Пока своими глазами доказательства не увижу, ни за что не поверю», сказал он, чувствуя, что с каждой новой стопкой фразы строятся всё сложнее, а язык и вовсе ленится, ворочаться во рту. «Сейчас бы поспать!» А тут ещё и Ксюха сидит, не уходит. «Вот и зря не веришь. Бабка так моего деда приворожила. Вернее, прадеда или прапра...» Я запуталась. «В общем, давно это было, но умения по наследству передаются, по женской линии. Слыхал?» Продолжала Ксюша, болтая оголившейся ножкой и стараясь задеть под столом ногу капитана, но тот не реагировал на её заигрывание. «У тебя с Настей проблемы, да?» спросила Ксюша после затянувшейся паузы. «Не знаю пока. Я сгоряча рубить не хочу. Надо успокоиться и во всём разобраться. А ты, кажется, больше моего знаешь», догадался Любимов. «Пожалуй, кое-что знаю», хитро улыбнулась Ксюша. «Расскажешь?» поинтересовался капитан. «Хм, возможно, но только за поцелуй», хихикнула гостья. «Да ну тебя к чёрту», махнул рукой Денис. «Сам, значит, всё выясню. Бабские игры ваши мне неинтересны. Послушаю, что Настя расскажет, приму, так сказать, её показания, а потом решу». Ксения надулась. «Не вышло. Обидно». «Ладно, так уж и быть», недовольно проговорила она. «Есть у неё жених. Зовут Антон. И она не знает, то ли с ним здесь остаться, то ли с тобой ехать. Антон и сам приезжий. Да ты его видел, стильненький такой, модный». Ухаживает красиво, комплименты говорит. «В общем, Настёна от него голову потеряла». Денис молча выслушал Ксюшин рассказ. Помолчал. Затем опрокинул очередную рюмку, поморщился, проигнорировав закуску, и произнёс слегка осипшим голосом. «Ты в курсе, что за лжесвидетельство срок грозит?» «Прости, Денис, но это чистая правда». Холодно ответила Ксюша. «Не верю я тебе. Знаю эти ваши бабские приколы. Друг про друга сплетни разводить. С такими подружками, как ты, и врагов не надо». Ксюша надула губки. «Ах так? Не веришь? Думаешь, я подружку грязью поливаю? Сочиняю всё, да? А как же поцелую кафе?» Ехидна спросила она. «Поцелуй? А ты о нём откуда знаешь? Вот любопытно». Ксюха замешкалась, но быстро взяла себя в руки. «А я из окна кафе видела». «Интересно», улыбнулся Денис. «Это же твоя смена сегодня была. Вместе с Настей работала. А что сейчас коньяк хлещешь? Чего не на смене-то?» «Так я это...» «И не на смене была?» Начала выкручиваться Ксюха. «Я так просто кофейку попить заходила». «На работе не напилась?» Продолжал прижимать гостью к стенке Денис. «Ах так, не веришь». Пошла в наступление Ксюха. «А то, что она беременна от этого своего Антона, это тоже ничего». «Что?» Не поверил своим ушам Любимов. «Что слышал?» «Фома неверующий тоже мне. Я тут к нему с дружеским визитом стараюсь, шкуру его спасаю. Жалко мужика стало, видишь ли. А он тут выкобенивается. Зацепился рогами за юбку и не отпускает». Денис молчал. В его хмельной голове проносился целый рой путанных сбивчивых мыслей. Он ничего не мог понять. Неужели правда? Как же так? Ксюша, тоже довольно захмелевшая, ждала, когда он что-то ответит. Но капитан молчал. «Ну, скажешь что-нибудь?» Не выдержала гостья. «Мне надо прилечь», — только и ответил Денис. С трудом поднявшись, он направился в комнату и повалился на диван. «И что, ты вот так это всё просто оставишь?» Не унималась Ксюша, следуя за ним по пятам. «Нет», — пробормотал Денис. «Но по пьяни и на эмоциях я никакие вопросы давно не решаю. Я тебе не мальчишка, я взрослый человек. Просплюсь, душ завтра приму, одеколуна побольше на себя вылью, чтоб перегар сбить, и пойду разговаривать. Настя должна правду сказать, должна. А ты подкаблучник, оказывается», — фыркнула Ксюша. «Тебе пора. Извини, не провожаю, дверь просто захлопнешь. Спасибо за компанию», — пробормотал Любимов и тут же захрапел. Ксюша так разозлилась, что громко топнула ножкой. Но капитан этого не слышал. Он погрузился в хмельной сон. И снилась ему Настя. Вот она снова приходит к нему в гости. Он слышит её звонкий голосок. Хочет подняться, обнять её, а не может. Тело словно немело. И вдруг откуда ни возьмись появляется Ксюша. Она кричит на Настю, та возмущается в ответ, но кудрявая бестия не пускает её к жениху. В итоге Ксюша побеждает, прогоняет Настю, и всё вдруг исчезает. А сам капитан вместе со своим диваном летит куда-то в бездну. Очнулся лишь когда приземлился. Причём посадочка явно не была мягкой. Тело капитана болело, будто все кости переломал. Он схватился за голову. «Ох, как же плохо», — пробормотал он. С трудом поднялся с кровати и с удивлением обнаружил, что на нём нет одежды. Ну, бывает, жарко стало в хмельном сне. Но вот наличие раздетой барышни в своей постели он никак не мог объяснить. Ксюша сладко спала, разбросав кудри по подушке. И многие мужчины были бы рады обнаружить такую красавицу у себя под боком, но только не Любимов. «Так, спокойно. Разберёмся», — сказал он сам себе. Для начала привёл себя в порядок. Принял душ, оделся. Затем пошёл готовить себе кофе. Денис ненавидел опохмеляться спиртным, предпочитая пить кефир и побольше воды. Когда голова слегка прояснилась, он отправился в комнату. «Подъём», — скомандовал Любимов. Он так оглушительно рявкнул, что Ксения мгновенно подскочила на кровати, представ перед ним, в чём мать родила. «Да, хороша чертовка», — промелькнула шальная мысль, но Денис тут же взял себя в руки. «Оно говори, было что-нибудь или нет?» — потребовал он. «Было», — с вызовом выкрикнула Ксюша. Денис ухмыльнулся. «Бери свои вещи и вон из моего дома, чтобы больше ко мне не приближалась, поняла? И да, спасибо за комплимент, конечно, но я в таком состоянии вряд ли был на что-то способен. Так что не льсти мне и проваливай. Раздела меня и сама рядом улеглась. Так было? Признавайся». От досады на Ксюшиных глазах появились слёзы. Не отвечая, она спешно собрала свои вещи и убежала в ванную переодеваться. Наспех натянув на себя одежду и даже не расчесав волосы, она хлопнула дверью и убежала прочь, раздражённо стуча каблуками по бетонному полу лестничной клетки. Когда цоканье каблуков стихло, любима вздохнул с облегчением. Незваная гостья отправлена во свояси. Настало время поговорить с Настей. «Денис, ничего не надо объяснять». Сходу начала Настя, как только он явился в кафе. «Я видела тебя с Ксюшей и приходила вчера. Совет вам, да любовь. Сказал бы раньше, я бы сама ушла. Зачем голову морочить?» «Так ты действительно приходила?» «А я думал, сон. В любом случае, Настюш, ничего у меня с ней не было». «Серьёзно?» Раздражённо спросила девушка. «Да, даже поцелуев не было. Особенно таких страстных, как у тебя, с этим, как его, Антоном». Спокойно ответил Денис. «Что?» — побледнела Настя. «Я видел вас вчера у кафе. Тебе явно нравилось». Денис испытующе смотрел на Настю. Девушка опустила глаза. «Возможно, ты также видел, какую звонкую пощёчину я влепила ему за это», сказала она расстроенным голосом. «Нет, вот этого я не заметил. Да и зачем тебе бить отца твоего будущего ребёнка?» «Что?» Удивилась и одновременно возмутилась Настя. «С чего ты это взял?» «Сорока на хвосте принесла. Вернее, не сорока, а собачка. Знаешь, кудрявая такая, пуделиха», — процедил сквозь зубы Денис. «Так всё, хватит», — обрубила разговор Настя. «Ты явно свихнулся. Изменил мне и теперь обвиняешь в каких-то ужасных вещах. Знаешь что, давай-ка иди отсюда. Видеть тебя не хочу». «Так ты беременна?» Спросил напоследок Денис. «Да», — с вызовом ответила Настя. «Я беременна. Доволен? Всего хорошего». «И тебе всего хорошего», — попрощался с девушкой капитан. Он вышел с мыслью о том, что отношения с Настей были ошибкой. Она его предала. Беременная крутила роман с ним, уехать собиралась. А потом что, подсунуть ему чужого ребёнка? Нет уж, спасибо. Конечно, чужих детей не бывает, но с обмана семейную жизнь он строить не хочет. С Настей он больше не виделся. Повезло, что и в городе задерживаться больше не пришлось. Завершив все оставшиеся дела за три дня, Любимов отправился в столицу, оставляя позади убогий городишко, который даже начал казаться ему уютным. Но нет, в этом болоте можно зачахнуть. Прочь, прочь от этой серости, рутинной работы, любовных перипетий. Это ж надо, чуть ошибку не совершил, чуть судьбу свою с обманщицей не связал. А этой Ксюхе ещё и спасибо надо сказать, отвела от беды. Хотя стерва ещё та. В своём телефоне он заблокировал номер Насти. Пусть остаётся в своём городишке. Киснется своим Антоном. Пусть рожает от него и будет счастлива. А у него свой путь. Не такой серый и скучный, как у этих двоих. На работе Любимова приняли как родного. Соскучились, даже банкет устроили в честь его возвращения. Капитан был счастлив вернуться на прежнее место. И тут же с головой нырнул в дела. Началась насыщенная жизнь. Настоящая работа. Интересные расследования. Не то, что в той трясине. Да и отдохнуть после работы в столице можно куда более ярко, чем на периферии. Денис был уверен, что при таком графике быстро забудет свою деревенскую зазнобу. Но не тут-то было. Любимов вёл активную жизнь. Переехал на новую квартиру. Встречался с женщинами. Но сквозь череду рабочих будней и ярких московских красок являлся к нему образ простой девчонки Насти. Бесхитростной и прекрасной. И как она могла при всей своей наивности так вероломно его обмануть? Удивительную вещь стал за собой замечать Денис. Чем дольше жил жизнью своей мечты, по которой так скучал и к которой так стремился, тем больше его тянуло к Насте. Однажды, спустя несколько бессонных ночей, Любимов обнаружил себя за рулём своего автомобиля, едущего по трассе в направлении заветного городка. «Что я делаю?» «Два года прошло. Мы не звонили друг другу, не общались. Она изменилась. Зачем всё это? Может быть, у неё и вовсе семья, а тут я приеду». Несколько раз он останавливал автомобиль. Несколько раз поворачивал назад. Но затем снова менял решение и продолжал свой путь к Насте. «Вот она, та самая дверь. Не изменилась». Набрав в лёгкий воздух, капитан уже собирался нажать на звонок, но вдруг спохватился. А если откроет муж? Постояв немного у двери и собираясь с мыслями, Любимов всё же отважился нажать на кнопку. По ту сторону двери раздалось резкая неприятная дзынь. Послышались бодрые шаги. Открывать шёл явно кто-то молодой и энергичный. Замок щёлкнул, и дверь отворилась. На пороге показался молодой крепкий парень. Не Антон, это хорошо. Но в Настиной квартире хозяйничает мужик. Это плохо. «Вы к кому?» Спросил парень. «К Насте», — с вызовом ответил Денис. Парень озадаченно поднял брови. Помолчал секунд пять. Потом ответил. «Погодите минутку». Повернув голову в сторону квартиры, он громко позвал. «Мама, мам, иди сюда. Может, ты знаешь. Тут какую-то Настю ищут». Послышались быстрые шаги. Парень исчез, а на его месте из-за двери показалась опрятная женщина лет пятидесяти. «Здравствуйте. Вам Настя нужна?» «А она съехала полтора года назад. Мы у них квартиру покупали». «А куда съехала?» Разочарованно спросил Денис. Адреса она не оставила. Сказала, что не знает ещё, где устроиться. Но уехала она в другой город. И представьте, город не назвала. Но, честно признаюсь вам, выглядела она не очень. На сносях, бледная. Пожаловалась, что сердце у неё больное, что рожать боится. Как уж она там... «А вы ей кто?» «Родственник», — неопределённо ответил Денис. «Ну, спасибо вам за помощь. Всего доброго». Покинув дом, в котором он безуспешно пытался отыскать Настю, Денис направился в то самое кафе, где она работала. Нет, он не надеялся встретить её там. Просто хотелось упасть в объятия ностальгии, ощутить что-то такое неуловимое, что позабылось за время бурной жизни в Москве. В кафе практически ничего не изменилось. Не было лишь Насти. Тем не менее, лицо из прошлой жизни он всё же встретил здесь. Это была Ксюша. Она всё ещё работала в этом кафе. Денису сразу бросились в глаза её буйные кудри. Затем он обратил внимание на некую неопрятность девушки. Она по-прежнему ярко красилась и носила умопомрачительное мини, но теперь располнела, и её короткие наряды выглядели скорее отталкивающе, нежели привлекательно. «О, какие люди к нам пожаловали!» Ксюша не могла скрыть своего удивления. «Тебя что, снова выгнали?» «Нет», – пожал плечами Денис. «Здравствуй, Ксения, рад тебя видеть», – поздоровался он. «А я-то как рада», – воскликнула девушка. «Несмотря на твоё хамское поведение, между прочим. Так ты что, за мной приехал?» – с надеждой спросила она. «Нет, извини, Ксюш, я приехал за Настей». Ксюша надула губы. «Ну вот, вечно всё ей достаётся». «Что ты имеешь в виду?» – с интересом спросил Любимов. «Ты даже не спросишь, как у меня дела?» – обиделась Ксения. «Сразу о ней?» «Извини, но дела у тебя, я вижу, не очень», – не стал кривить душой Денис. Ксения села за его столик. «Ну, а что, ты меня не забрал с собой, а я так мечтала. Неинтересно тебе, как я живу». «Эх ты, столько не виделись, за ней приехал. Ну что ж, скажу тебе, как она. Уехала твоя Настя и родила небось уже». «Одна уехала», – уточнил Денис. «Ага, конечно, с Антоном. Уговорил он её в другой город переехать, только не спрашивай, куда. С тех пор мы с ней не общались, я не спрашивала, а она не говорила. Но я уверена, с твоими связями ты её на раз отыщешь». «Стой, куда ты?» Спохватилась Ксюша, видя, что Денис засобирался. «Попей хоть кофейку». Расхотелось. «Счастливо оставаться, Ксюша. Пусть судьба будет к тебе благосклонна, несмотря ни на что». Больше в этом городе нечего было делать, и капитан отправился в столицу. Он задался целью найти Настю и задействовал всех, кто мог ему в этом помочь. Они нашли город, в котором рожала Настя. В роддоме девушку помнили. Никто не навещал её, не передавал передачки. И это при том, что у роженицы было слабое сердце. Делали экстренное Кесарево. Но, видимо, никому было не позаботиться. А потом объявился муж. Потребовал срочной выписки и увёз жену с ребёнком. Вернее, они даже не расписаны были. В машину посадил и увёз. Адрес оставил, такие правила нужно сообщать, где ребёнок жить будет. Оказалось, что адрес недействителен. В общем, следы Насти были потеряны. Да и стоило ли продолжать поиски? У неё ведь муж есть или сожитель. Но это отец её ребёнка, и они могли за это время расписаться. Наверное, лучше оставить Настю в покое, пусть живёт своей жизнью. Если уж спряталась так, что и не найти её, так может лучше и не трогать. И капитан постарался жить, как раньше. Работать с утками, делая мир лучше. Так прошло четыре года. Обзаведясь целой прядью седых волос, он дослужился до майора и уверенно шёл на повышение. С момента, когда он видел Настю последний раз, прошло около шести лет. Вспоминал ли он о ней? Иногда. Порой даже снилось. Но Денис внушил себе, что это не его женщина. Видно, не судьба. А его любимая ждёт его где-то. Никак они не встретятся. И если шесть лет назад Денис сомневался, стоит ли ему снова связывать себя узами брака, то теперь с удовольствием бы женился. Достала холостяцкая жизнь. Вот только подходящей кандидатуры не находилось. Девушки все были проходящие какие-то. Всё не то. Однажды Любимов подумал, что зря тогда разозлился на Настю. Даже если это был не его ребёнок, надо было увозить её с собой. Жили бы сейчас, не тужили. Но родила бы. Они бы и своих потом нарожали. Но время нельзя было повернуть назад. И хоть в карьере был успех, неустроенность в личной жизни с каждым годом давила всё сильнее. Хотелось уютного жилища, тёплый обед на столе и женской ласке. По сути, семьи у Дениса никогда и не было. Только с бывшей женой. Да и то, не семья это была, так, попытка. Когда становилось особенно тяжело, он заходил снять напряжение в бар. Была у него парочка любимых заведений. Места приличные, но без пафоса. Правда, в одном из них Денис дважды встречал какого-то неопрятного мужика бомжеватого вида. Неужели у такого контингента хватает денег на элитную выпивку, которую здесь подают? Худощавый мужичок в старой бейсболке, из-под которой торчали засаленные волосы, был одет в растянутую футболку и застиранные чёрные джинсы. Лицо его было наполовину скрыто бородой, но глаза показались Денису знакомыми. В их первую встречу мужичок был пьян, и охранник, на удивление, бережно вывел его на улицу. На второй раз он был трезв, увидев капитана, поспешил смыться, и Денису показалось это подозрительным, ведь он был в штатском. Какой-то мутный этот посетитель. Майор и сам не понял, чем ему запомнился этот персонаж, но мысленно галочкой этот эпизод пометил. Совсем скоро этот эпизод сыграл в жизни майора Любимова роковую роль. В тот день ливень стоял стеной. Тяжёлый дождь, как сказали бы англичане. Денис ехал на работу, как вдруг увидел молодую сотрудницу из их отдела, Олю Попову, которая безуспешно ловила такси. Девчонка вся промокла, и Любимов решил её подвезти. «Садись, горюшка!» Даже зонт не взяла. «Эх, Попова, Попова!» На правах старшего и по возрасту, и по званию пожурил девушку Любимов. «Ух, товарищ майор, я вам такое сейчас доложу, то есть расскажу», – трещала Попова. Сказать по правде от неё не было никому покоя. Девчонку в работе часто вели эмоции, но раскрываемость у неё была высокая. «Вы же знаете, у нас тут Альфонс орудует», – начала с азартом она. «Альфонс? Нет, мелкие мошенники меня не интересуют. А что за Альфонс? Интересный? О, не то слово!» – обрадовалась его заинтересованность и Попова. «К нам уже несколько женщин обратились, чтобы его найти. Причём не для того, чтобы наказать, представьте, а чтобы вылечить». «Какое благородство!» – усмехнулся Денис, отмечая, что они попали в пробку. «Ну, расскажи поподробнее. Видишь, всё равно в пробке стоим. Так хоть развлечёшь меня». «О, с удовольствием!» – защебетала Попова. «У нас уже двенадцать дел по этому типу. Соблазняет женщин, причём конкретного типажа и возраста нет, но все с разбитым сердцем. В общем, разочаровавшиеся. Дамы не богатые, но при деньгах. У кого сбережения есть копеечка к копеечке, у кого бабушки на украшения, а у кого бизнес свой, пусть маленький, но есть. Суть вот в чём. Этот Альфонс соблазняет женщин, говорит, что он бизнесмен, что у него крутой стартап, показывает графики, перерост, мол, богатый очень, а потом вдруг внезапно заявляется к своей пассии в слезах и говорит «Я болен смертельно, умираю и не могу за лечение заплатить все деньги в бизнесе». Но женщина тут же бежит в ломбард или в банк, а он, пообещав, что оформит на неё завещание, растворяется в тумане. Удивительно, но жертвы искренне считают, что он не выдержал терапии. Морги обзванивают. Боятся, что на улице плохо стало, умер и похоронен теперь как неопознанный. И что? Неужели он такой неуловимый? Личность установить не удаётся? Поинтересовался майор. А вот представьте, даже фото нет. Он не позволял себя фотографировать. Злился, говорил, что не любит себя на фотографиях, разные предлоги придумывал. И самое интересное, по описанию он всегда разный. То с бородой, то с усами, то лысый, то рыжий, то шатен, то блондин, то плотный, то худой. Но почерк один и тот же. Поэтому сомнений нет, это один и тот же человек. «Да, тяжело тебе придётся, Попова», — протянул майор Любимов и уже собирался переключиться на другую мысль. Но девушка радостно взвизгнула прямо ему на ухо. «Вчера я раздобыла его портрет. Представьте, вот он, смотрите. Наш Альфонс просчитался. Замутился одной художницей. А у той фотографическая память на лице им море таланта. Вот она его по памяти и нарисовала. Уже успела получить подтверждение от других жертв. Это он». Пока Попова ликовала, Денис всматривался в портрет. С шершавого листа бумаги на него смотрел мужчина, худощавый, с острыми чертами лица и колючим взглядом. Вроде карандашом написан портрет. А как живой? «Хорош, пижон», — ухмыльнулась Попова, ещё раз взглянув на портрет. На секунду любимого показалось, что в него попал разряд молнии. Он мысленно пририсовал портрету бороду и хлопнул себя по лбу. «Ей, идиот!» — громко закричал он так, что перекричал и ливень, и соседнее авто. «Что вы?» — испугалась девушка. «Не нервничайте так». Денис схватил Ольгу за лицо и звонко чмокнул в лоб. «Ты гений, Попова! Поехали!» И они поехали, совсем в противоположную сторону. Ольга совсем растерялась, прижала к груди папку с собранными материалами и ехала молча, ошарашенная происходящим. Остановились возле бара. «Жди меня в машине», — приказал ей Любимов. Та послушно кивнула головой. За стойкой была бессменная Лида, которая знала всё о постоянных клиентах. «Лидочка, родная, ты знаешь, кто я, поэтому можешь мне доверять. Мне нужно знать всё о бомже, который приходит сюда. Откуда у него деньги на ваше заведение?» «Ты что смеёшься?» — прыснула Лида. «Мы всякое требье сюда не пускаем. У нас приличное заведение. А этот тип, да он не бомж вовсе. Просто работает где-то вахтой, деньги хорошие получит, и всё, в запой. Не стрижётся, не бреется, чьевые щедро оставляет, кстати. Ну а потом вдруг исчезает на месяц, два, три. Затем снова появляется прилично одетый, ухоженный. И всё, снова в загул. Адрес его знаешь?» «Тебе повезло», — улыбнулась Лида. «Он недавно так напился, что даже такси вызвать сам не мог. Меня попросил, чтобы диспетчера пьяным голосом не отпугивать». Барменша взяла карандаш и листок из отрывного блокнота. «Вот, держи», — сказала она, нацарапав на бумаге несколько слов. «Ты лучшая», — похвалил её Денис и поспешил на улицу. Сев в машину, где его послушно ждала Попова, он сначала выдохнул, затем развернул листок. Да это же рядом совсем. Он знал лишь улицу и номер дома, но это уже было много. Дом был старый, неухоженный. Зайдя в первый подъезд, полицейские сразу же услышали женские крики. «Сергей, прекрати! Я полицию вызову! Открой немедленно!» Майор поднялся на четвёртый, последний этаж, и увидел девушку в коротком халатике, которая отчаянно колотила в дверь. «Что происходит?» строго спросил Денис. «Ой, мужчина, может, вы мне поможете? Сосед снова сына колотит, а я сделать ничего не могу. Полицию вызвала, да пока же они приедут». «И правда, ребёнок кричит», — воскликнула Ольга. Денис принялся громко барабанить в дверь. «Откройте, полиция!» — взревел он. Никто не открыл. «Что ж, придётся ломать. Дверь старая. Вот так вот искали Альфонса, а нашли ребёнка, которому помощь нужна». Нарушая все протоколы, Денис всего за две попытки выломал хлипкую дверь и сразу в нос ударил запах испорченных продуктов и ещё чёрт знает чего. Девушка в халатике тут же бросилась на поиски ребёнка и извлекла из-под стола мальчика лет пяти. «Всё хорошо, Дениска», — успокаивала она малыша, прижимая его к себе. «Я рядом». Мальчик громко рыдал и прижимался к девушке. Переступая через разбросанные по квартире вещи, майор отыскал отца, который, по словам девушки, колотил сына. Увидел горе папашу и остановился, как вкопанный. Это и был тот самый бомж из кабака. «Ну, привет, Антоша». «Или кто ты там теперь?» «Сергей?» — сквозь зубы процедил майор. Тот самый пижон, с которым шесть лет назад Денис застал Настю, трясся в страхе перед майором полиции. Он забился в угол и плакал. Был таким жалким, что любимому стало противно до тошноты. «Где Настя?» — строго спросил он у Антона. Тот жалобно посмотрел на него и прогундосил. «А я узнал тебя в баре». «Настя где?» — прикрикнул Денис. «Умерла Настя, сердце не выдержало. Сынишку вот оставила, заботился как мог», — лепетал мошенник. «Да какого сынишку?» — возмутилась барышня в халатике. «Не стыдно тебе?» — и продолжила, обращаясь к майору. «Это не его сын вообще. Он на Насте женился только, чтобы квартиру её выманить. Потом заставил её продать, а сам начал таскать Настю по городам. И всё скрытно как-то, втихую. Дениска у них, конечно, ни в сад не ходил, ни в поликлинику. Я сама соседка, живу через дверь, работаю медсестрой. Подлечивала их ребёнка, если вдруг что. Подружились мы с Настей. Она мне многое рассказала. И что отец у мальчика другой, но изменился её подругой, да и сам в измене обвинил. А потом уехал. Что сына в честь настоящего отца назвала. Что Сергея этого сожителя её на самом деле иначе зовут. Но она не говорила как. Настя плакала часто, боялась за себя и за сына. Потом болеть стала, плохо ей. А в больницу не обращалась. Так и умерла. «Ой, да зачем я всё это вам рассказываю? Только время ваше трачу». «Нет, нет», – остановил её Денис. «Продолжайте. Это важно для следствия. Вы знали, что он был мошенником?» «Не знала, но догадывалась. Он Насте всю судьбу поломал, гад. А фотографии у вас её есть?» – с надеждой спросил майор. «Нет, она не разрешала себя фотографировать. Боялась чего-то. Да и жаловалась, что совсем подурнела из-за свалившихся на неё бед. Но она давала мне посмотреть своё старое фото. Хотела показать, какой красивой была». Вдруг маленький Дениска вырвался из рук державшей его соседки и ёркнул в шалаш, сооружённый из стола и одеял. Вернулся он с фотографией. Смущённо улыбаясь, он протянул фотографии любимого. На фото была его Настя. Сомнений не осталось. Денис – его сын. Всё, что осталось от его приключения, в ссылке. Денис установил отцовство и забрал мальчика к себе. Придя на могилу Насти, он пообещал ей, что будет хорошо заботиться об их сыне, Денис Денисыче. Соседка, которую, как позже выяснилось, звали Лена, часто навещала мальчика. Дениска и сам просил, чтобы Лена почаще заходила к ним. За это время Лена многое успела рассказать майору о Насте. Она жаловалась, что лучшая подруга Ксении предала её, заплатила её будущему сожителю, чтобы тот подгадал момент и поцеловал её на глазах у жениха. Ну а мошенник и сам был влюблён в девушку, поэтому не возражал и деньги получить, и конкуренту насолить. Когда Настя поняла, что останется одна с ребёнком и что любимый бросил её навсегда, умолять сбежавшего жениха не стала, но поддалась слабости и приняла предложение этого Антона. Не знала она, каким он человеком окажется. Денис долго не мог простить себя за то, что легко поверил Ксюше, что не стал бороться за свою любовь и пустил всё на самотёк. Провалился бы в депрессию, да сынишка не дал. Столько хлопот теперь, если бы не Лена, то и не справился бы. А однажды он понял, что Лена не просто хороший друг. Ему захотелось, чтобы она была всегда рядом с ним. Стала для него опорой и надёжным тылом. Девушка, которая влюбилась в полицейского практически с первого взгляда, когда он так лихо выбил дверь и спас ребёнка, с радостью приняла его предложение. Теперь майор Любимов мог с уверенностью сказать, что на первом месте у него семья.